Микс Ньюс. Новая неделя, понедельник, у нас началась с таких новостей, не самых привычных для Латвии, что впервые в истории Латвии наблюдалась отрицательная оптовая цена на электроэнергию. Ну, конечно, многие начали связывать это с ценами на потребителя конечного, отразится, не отразится. Можете ли вы объяснить людям, которые вот так вот в свет включают, отразится ли это на их счетах и что это вообще значит? Ну, наверное, стоит тогда сначала объяснить, как вообще образовывается эта цена на бирже электричества, чтобы людям было понятно, как это может быть, что кто-то что-то продает, еще доплачивает за это, да. То есть, действительно, цена электричества образуется следующим образом, то есть мы это электричество покупаем в бирже, то есть торговцы покупают эту электричество на бирже. В бирже встречается спрос и предложение, и исходя из этого баланса спроса и предложения образовывается окончательная рыночная цена. Это происходит следующим образом. Значит, у электричества есть такое специфическое свойство, что вы должны произвести ее столько, сколько потребляете, то есть чтобы система все время была в балансе. И этот баланс определяется следующим образом. Подаются заявки на то, сколько электричества надо будет в определенный промежуток времени, там по часам обычно распределяется. И потом те, которые производят эту энергию, они подают заявки в биржу, по какой цене они готовы предложить эту электроэнергию. И тогда считывается этот общий, их складывает в порядок, начиная с нижней цены. Кто самый нижний, тот первый проходит, потом следующий, 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 пока не заполняется весь тот объем, который необходим для потребителя, для рынка. И вот последняя цена, она все время возрастает, то есть с каждым производителем, который вкладывает в эту очередь. И вот последняя цена, она образовывает эту рыночную цену. И это и есть рыночная цена на вот этот промежуток времени. И вот так делается с каждым промежутком. И вот так создается эта цена. Как получилась эта негативная цена? Просто это определяется балансом этого предложения и спроса, поскольку спрос довольно сильно упал. И с одной стороны, с другой стороны, если мы посмотрим, эта негативная цена у нас пришла с Скандинавией. Там эти мощности, которые генерируются, специфика их такая, что иногда выгоднее продавать эту электроэнергию по любой цене, а не потому, что многие, которые производят эту цену, они получают дополнительную субсидию. И то есть, несмотря на то, что он эту цену продал, скажем, рынок ему заплатил, даже он доплатил, как я в данном моменте, он все равно получил дополнительную доплату за проданную энергию через субсидии. И это выгодно продавать электроэнергию, даже если надо за это доплачивать. Могут быть такие ситуации. И вот эту ситуацию мы увидели. Почему у нас она появилась? Потому что у нас есть соединение с скандинавским рынком. И вот в ночное время, когда наше местное потребление очень низкое, то получается так, что все, что нам необходимо, мы можем купить через эти соединения со скандинавией. И вот так и получилось. У нас тогда последний поставщик был с этой негативной ценой. Значит, рыночная цена для нас тоже была такая. В других случаях бывает так, что несмотря на то, что у нас как будто приходит дешевая энергия, но для нас рыночная цена определяет так, как я объяснял, уже последний поставщик. И очень часто это наши производители, которые тогда и определяют, какая будет рыночная цена. Каждый может посмотреть, как она образовывается, зайти в домашнюю страницу North Pole, и там вот видно, как эти сцены скачут. Так, значит дальше, получим мы ли благо от этого или нет, это во многом зависит от того, какой у вас есть контракт с вашим торговцем. Потому что эта цена, которую вы увидели, это не ваша цена, это цена на бирже, по которой торговцы электричества покупают эту электроэнергию. И вот тогда каждый может посмотреть свой договор и увидеть, что у вас в вашем договоре написано. Если в вашем договоре написано, что вы покупаете торговцем по фиксированной цене, то к вам это не относится. То есть на вас заработал просто торговец. Если у вас написано, что вы покупаете по этой рыночной цене, есть такие возможности, то значит и насчет вас в этот момент, если вы потребляете электроэнергию, то у вас тоже получаются вот эти все изменения цены. И плюсы, и минусы. То есть если у вас такой договор есть, то если будет высокая цена, то вы будете платить эту высокую цену. Если низкая, то эту низкую. Но то, что я хочу сказать, что цена за энергию – это только одна часть всего того, что мы платим. То есть мы платим еще и за тариф распределения, за сетевые услуги, и, конечно, легендарный ОИК. И когда мы это все вместе складываем, все равно получится, что что-то платить мы будем, даже если эта энергия будет негативной. Потому что энергия составляет не основную часть всех наших расходов. Возвращаясь, может быть, чуть-чуть вчера, после новости о том, что негативная цена, наш местный синоптик, Янистралис, написал, что это из-за того, что циклоны и сильные ветра в Скандинавии, поэтому такая цена получается. Да, именно так оно и есть. Я посмотрел, посмотрел как раз, вот на пол зашел по этим регионам, видно, что действительно в Норвегии это негативная цена была, и в Дании. То есть оттуда они пришли, потому что в Дании очень много ветряков, а в Норвегии в основном это гидростанции маленькие, которые им просто надо было где-то эту воду сдавать. И поскольку им доплачивать за это все, то им было выгодно, это все делать и заработать хоть что-то, а не пропустить эту возможность. Да, вот поговорим, вот вы уже упомянули этого ИК, мы знаем, что сегодня, несмотря на летние каникулы, депутаты комиссии по народному хозяйству, в которой вы тоже работаете, соберутся на такое, ну, как обычно виртуальное или удаленное заседание, и как раз обсудят проблемы, связанные с возможной ликвидацией вот этого ОИК. Я так понимаю, что есть какие-то риски по поводу отмены ОИК для теплопроизводителей, уже прозвучали такие речи, что вот энергия недосчитается, там миллионов надо будет как-то и компенсировать, ну, и правовые аспекты, судебные тяжбы. Может быть, по порядку пройдемся по всем этим вопросам. Вообще, как вы прогнозируете, что сегодня будет на этом заседании, и продвинулась ли правительство или правящая коалиция к ликвидации этого злопоучного ОИК? Ну вот, если все это рассказать, вы собираетесь своим слушателям создать очень тяжелое утро. Но я попытаюсь так более по-простому понять, чтобы утром всем было понятно. То есть то, что на самом деле сейчас делается, создается ложный распорядок дня, то есть ложная повестка дня, чтобы эту проблему не решать. Это то, чем сейчас занимается правительство, занимается правящая коалиция, занимаются те, которые с пеной рта на выборах шли и говорили, мы все сейчас расправимся, тут все сделаем, сейчас больше и как будет. На самом деле они занимаются тотальной глупостью, занимаются тотальной демагогией, популизмом на расчете на то, что все скажут, ну, знаете, ну все-таки это нельзя сделать. А они смогут сказать, ну, видите, а мы хотели, оказывается, нельзя. Вместо того, чтобы делать конкретные вещи, которые действительно можно сделать, и которым этот ОИК-бремя можно уменьшить существенно. То есть, если так образно говоря, чтобы было понятно, то ОИК можно сравнить вот эту систему все как опухоль мозга, да, который там распространяется и вот мешает всем жить. И вместо того, чтобы сделать операции опухоли, предлагается освободиться от этой опухоли удалением головы, отсечем в голову, и все, и так мы избавимся от этой опухоли. Конечно, так тоже можно избавиться, но есть другие последствия, которые, если мама отрубает голову, которые поступают. И вот то, все, что вы говорили, что могут быть действительно многочисленные проблемы возникнуть. Как бы надо было бы это все решать? Очень просто. То есть, сначала было бы надо разобраться в этой самой системе. Кто в этой системе вообще вправе получать этот ОИК? То есть, вместо того, чтобы сказать, все, мы передумали сейчас, вот то, что мы вам обещали, мы не будем делать. Сначала проверить. Вот, ребята, мы все эти года свои обещания выполняли. А вы как свои обещания выполняли? Я уже многочисленные разы доказывал, что там очень много нарушений, очень много грубых нарушений. И явно видно, что чиновники, политики прикрывали бизнес, который вообще не вправе получать эти субсидии. А это многие-многие миллионы. Там уже начались некоторые криминальные процессы, но это только отдельные единицы. А это система. Это была система. И если вот эту систему сейчас проверить, действительно, объективно посмотреть, выполняли ли все условия эти коммерсанты, которые получали эту поддержку, эту поддержку многие-многие миллионы, то может оказаться, что очень многие коммерсанты вообще были не вправе ее получать. И вместо того, чтобы им сейчас платить, эти миллионы продолжать платить, они должны были бы сейчас возвращать в государство эти многие миллионы. И многие, может, даже из них должны были бы поменять место жительства. Совсем другие учреждения. К сожалению, это не делается. Играется эта игра в дурочку. А вот как же отрубить голову, чтобы человек остался живым? И вот вокруг этого создается такая ложная, как я говорил, повестка дня. А почему это необходимо? Потому что каждую неделю, которая проходит, мы платим миллионы. Кто-то получает миллионы. Каждую неделю. И вот каждую неделю, если мы протянули это все, это кто-то заработал. И вот этим занимаются те сейчас, которые обещали, что они будут бороться с этой аферой. Вот что сейчас на данный момент происходит. И сегодня, я думаю, тоже будет то же самое. Будет этот весь цирк. Будут решать нерешаемую задачу. И тимуть время. Здесь можно делать реальные вещи. Да, поскольку вы уже неоднократно у нас в эфире рассказывали об этой всей системе ОИК, давайте попытаемся, может быть, пойти от обратного. Если все-таки, ну, такое слово употребить, ее ликвидировать, я не имею в виду голову отрубить, а все-таки вот эта опухоль, то есть не будет больше вот этой системы ОИК, должна ли вообще быть дотация зеленой энергии? И как вы представляете себе вот жизнь без ОИК? Вот ваша модель. Вот если бы сказали, пожалуйста, вот давайте свои предложения, мы будем принимать их. Да, но то, что я уже говорил, что ликвидировать, прекратить аферу ОИК и ликвидировать ОИК, это две разные вещи, как операция на опухоль и отрубление головы. То есть говорить, ликвидировать ОИК, это отрубить голову. Хорошо. Не отрубаем голову, да. Если бы государство приняло закон, приняло, дало свои обещания, она не может просто так их отозвать. Но то, что она может сделать, она может проверить, как эти обещания выполняла другая сторона. И тогда проблема бы решилась, и вообще не надо было бы больше тут дергать. Остались только те, которые добросовестно все выполняли, а вместо других мы бы могли создавать правильную схему поддержки возобновляемых ресурсов. Потому что наша схема поддержки, она сделана была действительно такой, чтобы обеспечить медовым тортом тех производителей, которые будут производить эту электонергию. И поскольку эта схема еще даже не контролировалась, то они вот этот медовый торт получали даже не выполняя то, что не должны сделать. И это действительно создало аферу, многомиллионную, сотнемиллионную аферу. И ясно, что на данном случае, на данном этапе развития технологий возобновляемые ресурсы, они не конкурентоспособны. И они должны получать субсидии, если мы хотим, чтобы эта энергия из возобновляемых ресурсов производилась. Некоторые могут сказать, как же так, вот мы же видим, вот тут в других странах даже негативная цена, они там вообще за ничто там продают эту электроэнергию. Дело в том, что это просто отдельные моменты, когда вот получается, действительно, это римничные ситуации, когда они просто, ну, нет других вариантов их только, что делать, да. Но в основном, если посмотрим, то возобновляемые энергии все-таки она производилась дороже, чем вот обычные конвенциональные способы, которыми производилась электроэнергия. Вот такая ситуация сейчас. И эту схему мы должны создавать, но новую схему, а чтобы создать новую схему, которая будет более эффективная, более дешевая, и должны мы ее создавать потому, что мы это обещали Европе, и это опять вот те, которые говорили с Пеной Росташком, мы вот будем расправляться, они наоборот сделали и взяли на себя еще больше обязательств, еще больше производить эту электроэнергию. Ну, и вот нам сейчас это все надо решать. А решать можно только таким способом, что сначала очистить эту площадку, вот эту систему АИК от всех их афер, и в результате которой большая часть производителей уже больше не будут получать эту поддержку, и тогда мы можем более эффективную, более низкую поддержку уже обеспечить другим, и производить эту энергию более дешево для себя. Вчера здесь у нас господин Немира, бывший министр экономики был, который как раз-таки пришел для того, чтобы бороться с ОИК, один из пунктов его был, и вот мы вчера когда разговаривали, он сказал, что за год было сокращено на 35% выплаты по ОИК, но почему резко нельзя вот так вот взять сразу, сказать до свидания всей этой схеме, потому что могут быть уголовные дела и могут подавать в суд и прочее, и прочее. значит то, что там вот это сократилось, это не его успех, это скорее всего можно сказать это просто то, что было это давление со стороны парламента, что были депутаты, которые все время расследовали это, давили на Министерство экономики, показывали эти несоответствия, требовали от них действий, они должны были что-то делать. То, что они сделали, вот то, что им пальцем когда показывали, вот здесь ребята, когда они отворачивались, когда не было другого варианта, тогда они были должны это сделать. То, что сделано, это сделана маленькая часть, можно было сделать намного больше. И по такому же принципу, как вот сделалось то, что вот эти 35% были уменьшены. Я вот в последних этих запросах, которые вот сейчас застряли из-за этой неочередной ситуации отложены, доказал и показал, как Министерство экономики серийно прикрывало вот эти все вот случаи, где можно было аннулировать, где явно видно, что это моченничество особо в крупных размерах. И она их и прикрывает, и ничего с ними не сделает. Вот если ему только конкретно пальцем сказали, а вот ребята вот здесь, наглядно видно, вот вы ничего не сделали, уже там вот все проверки есть, вот тогда они не хотят, начинают что-то делать. Вот так они боролись с этим. А министр, который обещал, что он придет и будет бороться с АИК, наоборот, пришел и сделал изменение законе, которым на уровне законе защитил, чтобы они, те, которые вот сейчас получают эту поддержку, получали максимально возможную поддержку. То есть были слова, а реальные действия полностью противоположные. То есть если до прихода этого министра, до прихода этой партии к власти еще было действительно очень реально очень много что-то изменить, то благодаря усилиям этой партии и этой новой коалиции и тех людей, которые обещают, что они будут бороться с АИК, они наоборот, они укрепили эту аферу на уровне закона. И что благодаря вот этим изменениям сейчас действительно очень трудно что-то будет сделать, поскольку в законе написано, что у него свою прибыль, норму прибыли вправе получить от всех своих затрат, высчитывать от всех их затрат. А это вот такая денежная машина, которая сейчас создана. То есть предпринимателем может сейчас специально вкладывать, делать, что он хочет, тратить свои деньги на что хочет и потом за это еще получать обратно все расходы, чтобы ему покрывались и еще определялась 9% норму прибыли. Вот так сейчас создан закон. Так это сделают те люди, вот тот министр, который обещал, что он будет бороться со своей АФР. Это реально сейчас. Чтобы вы поняли, что это все весь цирк, который продолжается, чтобы людям, которые некомпетентны, не смотрят на эту ситуацию с необходимой компетентностью, можно было бы все эти сказки, басни народным языком говоря, втирать. Вот что касается Энерго и заявления о том, что это предприятие пострадает, значит ли это, что правительство или правящей коалиции косвенно подтверждает, что по существу это был еще один косвенный или скрытый налог, который мы все платим, и естественно от этого налога государство не хочет отказываться. Ну, это было еще хуже, чем налог, понимаете, потому что налоги, налогом не облагаются, а его еще обложили и налогом. Да, налог на налог. Так что, так что, так что, это одно, а другое, то, что, опять спекуляции, но то, что Латвенерго пострадает, это спекуляции. На данном моменте уже Латвенерго очень сильно уже эта поддержка обрезана, там он получал примерно 100 миллионов в год, а сейчас получает где-то 20, да, то есть это очень сильно уже уменьшено. Это одно, другое, то, что не Латвенерго пострадает, а пострадает правящая коалиция, которая не получит те деньги, которая нам могла бы разбазариваться от Латвенерго на свои нужды. И поэтому они не хотят это делать. 67212-93-9, 67213-93-9, можете звонить, задавать свои вопросы. Эксперт по энергетике депутат Сеймей Варзаринч сегодня у нас по ЗУМу. Вопрос по поводу ответственности, мы тоже вчера его поднимали, что, понятное дело, что тот же господин Немир сказал, что ущерб от ОИК оценивается в сотни миллионов, при этом мы до этого слышали имя Арвела Шарадонса, которого называли ответственным за всю эту систему, и с ним тоже разговаривали. Будет ли в этой истории какая-то точка или хотя бы промежуточные результаты, когда скажут ответственный вот этот, этот, этот человек, ущерб такой, такой, такой. Будет ли какая-то бумажка, с которой выйдут и подробно отчетом нам расскажут, что и как? Ну, я вам расскажу, какая ситуация, а вы сами скажете, будет или не будет. То есть, всю эту систему, крестный отец этой системы, это Министерство экономики, в то время министр экономики, то есть, нынешний премьер Кришиан Скаринч. То есть, это он, крестный отец, который создавал этот закон ОИК. В последние года те, которые, тот, который всю эту систему чисто технически дирижировал, был Ян Спатман Викс. Он руководитель бюро премьер-министра Каринча. Если Латвия правовое государство, действительно правовое государство, то уже на данный момент есть куча фактов, очень конкретных, по которым эту ответственность можно возбудить. Вот мы посмотрим, это будет наглядный пример, покажет, Латвия является правовым государством или нет. Один закон существует для всех или выборочно. Мы это сможем увидеть. То, что с своей стороны я сделал очень огромную работу, с этой работой сейчас работает государственная полиция, руководители уверяли, клялись, рука говорит, мы лично читали это несколько раз, и мы действительно с этим работаем, и действительно видно, что-то немножко происходит, но пока что не в сторону чиновников. Они говорят, что есть отдельный поток насчет нарушений чиновников, с которыми работают, посмотрим. То, что я с своей стороны еще удалось сделать, когда пошли эти изменения в законе насчет ОИК, чтобы в законе было прописано, что осенью Министерство экономики должно дать отчет о том, как же выглядит вообще, если мы смотрим про эту всю систему, получатели этой системы, как они выполняли в последние годы эти условия поддержки. И вот через это мы тоже тогда сможем, если бы такой отчет будет сделан, и правящий коллектив действительно захочет, чтобы такой отчет пошел в парламент, и Министерство экономики, которое ответственно за это, как раз та партия, представитель которой партии у вас до сих пор находится у власти. То есть, если не этого захочет, то можно очень много чего сделать. Опять, все зависит от того, действительно ли на деле хотят кто-то эту проблематику решать, или это просто врут народу, чтобы на выборах что-то подзаработать. И у меня такое ощущение, что сегодня тоже это заседание только для того, потому что руководитель этой комиссии на мир, он просто баллотируется кандидатом мира от своей партии на Ригу. И вот им надо создавать повестку дня. И будут морковку трясти перед вами, говорить, вот видите, вот мы тут сражаемся, как мы за вас ратуем, за ваши интересы. А на самом деле это просто один очередной обман. Говоря еще об актуальной повестке и об энергетике последние несколько месяцев мы слышали о Белоруссии, о том, что атомная электростанция на границе с Литвой, и Литва так достаточно жестко высказывается, и в том числе Латвия приглашает и призывает тоже присоединиться к такому манифесту и высказать свое четкое нет, чем это опасно. И вообще вот мы сейчас слышим про Норвегию, про скандинавскую энергию, которая там ветряные мельницы и гидростанции, а тут у нас атомная электростанция. как так и что это? И как с этим, действительно ли это так опасно? Можно ли называть это белорусским Чернобылем, как некоторые это называют? Ну, тут очень много спекуляций, как всегда, особенно если мы говорим про ядерную энергию, то, ну, на самом-то деле те технологии, которые сейчас развиты, которые внедряются, ну, они тысячи и тысячи раз безопаснее, чем вам находиться на улице или ехать в своей машине. И тогда вот спросите, вот вы или жить в своем доме, да, то есть это тысячи и тысячи раз опаснее жить в своем доме, чем находиться рядом с этой электростанцией, то есть там эти риски настолько просчитаны все, дополнительный риск очень минимальный, но действительно они, как и любое, как у любого сооружения, они есть, только действительно уровень безопасности очень высокий сейчас в этих технологиях, поэтому я считаю это больше спекуляциями, и я думаю, что правильно было бы, чтобы перед тем, как каким-то спекуляцией выходить, что те, которые это делают, они бы сами убедились, убедились, и вместо того, чтобы спекулировать, говорили о реальных фактах, я таких фактов, рисков не слышал. Если это говорить по этим рискам атомной, всех этих атомной, ну, радиации, да, то есть загрязнения, если мы смотрим чисто со стороны энергетики, то любая дополнительная генерирующая мощность в нашем регионе, это плюс для нас, дополнительные возможности, да, и тут литовцы, возможно, что это игра, потому что литовцы сами очень долгое время ничего не развивали, и им просто не нужно рядом конкурент, из-за которого у них не будет возможности развивать свои мощности, они во многом опоздали, действительно ленились, после закрытия игнолина ничего не сделали, и они, в общем-то, на данный момент являются самыми большими импортерами электроэнергии в Балтии, у них мощности вообще там, скажем, если мы покрываем основную часть потребления, то литовцы основную часть импортируют. вот такой вопрос, который я хотел все-таки задать, вот предположим, что все-таки в следующем году вот этот объем ОИК будет уменьшен, ну, то, что мы платим, да, плюс мы знаем все проблемы связанные в экономике, связанные с пандемией, с последствиями этого экономического паралича, вот как вообще будет на вас взгляд, как вот оппозиционного депутата, правительство или правящая коалиция осенью формировать бюджет, я так понимаю, что работа над проектом бюджета уже начнется в Минфине летом, вот не будет ли консолидации этого бюджета и сокращения расходов, потому что сейчас, видимо, перед выбором в Лижскую думу послушать правящих, что все вообще будет в порядке, даже они думают о том, что налоги не будут никакие подниматься, просто мы перераспределим вот эти средства на здравоохранение, то есть выглядит все так, как будто ничего, собственно, негативного в экономике не происходит. Как на самом деле, на ваш взгляд? Ну, конечно, конечно, изменения будут, потому что если там даже по самым оптимистическим прогнозам воловой продукт упадет на 5-6%, это то же самое, но будет пропорционально и относиться к налогам, как минимум, если еще не больше, потому что ясно, что в ситуации кризиса предприятия начинают оптимизировать свои расходы и свои налоги, скажем так, и ясно, что доходы от налогов, они будут падать и падать очень существенно. Ну, и мы знаем, как обычно, правящие решают эти проблемы, они решают за счет самых малозащитных слоя общества, пенсионеры и то, что мы видим. В прошлом кризисе на себя в основном взяли на себя пенсионеры, когда миллиарды шло пенсионного бюджета на спасание конкретных бизнесов. Сейчас немножко ситуация в этом плане лучше, потому что есть деньги, которые даны на преодоление этого кризиса, примерно 2 миллиарда. Но тут такой нюанс, что деньги даны, но потом кто-то должен будет их возвращать. И здесь мы видим наглядно вот этот пир во время чумы, которые создают правящие. То есть одно расследование, которое я сейчас веду, это насчет закупок. И там действительно ошумеляющие вещи, которые выходят, как там закупки делались. Даже вплоть до того, что вообще закупались под приквитием этой неочередной ситуации, когда можно было не соблюдать эти процедуры закупки, то появляются какие-то очень странные левые фирмы, которые вообще не связаны с бизнесом этих медикаментов, которые вдруг выигрывали эти поставки на очень странные условия. И это миллионы опять, которые уходили. И в конце концов за все это нам придется платить. Я думаю, осень будет очень интересна. Я так понимаю, что в четверг будет в неочередном заседании Сейма рассматриваться отказ существового правительства предоставить данные по этим закупкам. Да, я буду детальнее рассказывать, как это все происходило, какие там действительно это надо быть, я не знаю кому, чтобы вот такие вещи не виделись, как пальшивые документы подсунулись, как потом они менялись, как потом уже, когда привезли эти маски, что вдруг оказывалось, что там вообще в договоре появлялись новые поставщики, новые сертификаты, или что, потому что на старые кто-то обратил внимание и указал, ребята, а там вообще такого-то лаборатории вообще нету, и так далее, и так далее. Или когда покупается, скажем, дорогая рентгенологическое устройство от коммерсанта, который вообще не правит торговать, а это вообще криминал, то есть это как вот, потому что это почти как оружие, если кто-то торгует оружием без разрешения, это реальный криминал, а вот оказывается необходимые правильные фирмы, это можно так делать, и так далее, и так далее, то есть первое время чумы идет в полную, полную... Господин Заревич, ну вот кто-то может, так, кажется, у нас проявалась связь, сейчас... Сейчас попробуем возобновить связь, да, вот предупреждение господина Заревича, что у него там в деревне не очень стабильный интернет, кажется, подтвердились, да, ну сейчас будем пытаться... Восстановить, да, буквально пару минут нам потребуется на это, так что... Мы можем попытаться принять звонок и потом передрисовать этот вопрос господину Заревичу, так, чтобы у нас большая пауза не возникла, доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро, Евгений, пока устанавливается связь, задам вопрос вашему гостю. Да. Согласен полностью с ним, все, что он делает, все правильно, а если посмотреть с другой стороны, если ликвидировать эту ОЭК, может это затормозить развитие зеленых технологий? Ага, замечательный вопрос, да. На сегодняшний... Алло, да, да, слушай вас внимательно. А вот и господин Заревич, потому что за кадром на сегодняшний день, я немножко просто касаюсь этих тем, меня волнует, я за зеленую Латвию, и действительно это реально возможность для Латвии хоть как-то выйти в какие-то передовые линии развития этих технологий. И вот на сегодняшний день, скажем, переработка биомассы, она полностью остановилась. Еще раз повторяю, ликвидация ОЭК сможет ли затормозить развитие зеленых технологий? Вот, спасибо. Спасибо большое. Да, вот я не знаю, господин Заревич, к нам подключился еще раз. Я слышу, слышу. Да, да, может ли вот ликвидация ОЭК затормозить развитие зеленых технологий? Потому что вопрос справедливый, и многих может создать такое ощущение, что вы заодно, борясь против нынешней системы дотации, хотите погубить вот эти современные технологии возобновляемой экологически чистой электроэнергии? Я как раз борюсь за то, чтобы эта возможность была. То есть, ну, была, понимаете, эта возможность, важно понять, что эти зеленые технологии, они действительно, то, что я объяснял, что им необходима поддержка, и эта поддержка должна быть долгосрочной, чтобы и коммерсант, который вот готов в это вкладывать, чтобы он мог просчитывать свой бизнес, свои риски. Но если ему предлагалась какая-то схема, которая явно была, ну, такая, мошенническая, да, то ясно, что любое мошенничество раньше или позже, оно раскроется, и тогда все рушится, да, и тогда этот бизнес рушится. Это ту ситуацию, которую мы сейчас имеем, что многие, которые вот полагались на эту схему, зайти, зашли в эту схему, начали ее использовать, и очень многие начали ее использовать, скажем так, недобросовестно, ясно, что такой бизнес должен быть остановлены, и люди, которые этим занимались, должны ответить за это и этот ущерб компенсировать. Ясно, что такие проекты тогда дальше не пойдут. И если вот мы говорим про биомассы, которые там, или биогаз, как я понимаю, там, то очень многие бизнесы, они создавались уже исходя из этих неправильных установок, которые само государство дало, чтобы можно было как можно побольше заработать, вместо того, чтобы действительно эффективно разрабатывать эти технологии. И если мы сейчас хотим действительно создать такую долгосрочную систему для этих зеленых технологий, то мы должны разобраться с этой, потому что это закрывает все поле. Мы платим очень огромные деньги за эту нынешнюю систему, если мы еще дополнительно хотим создать еще новую, то мы просто это не потянем, мы уже эту не тянем. И поэтому надо разобраться с этой, с этой БОИКа, и тогда уже делать более эффективную схему поддержки для этих новых эффективных технологий. Потому что то, что мы сейчас имеем во многом очень многие технологии, они неэффективны, они очень дороги, поскольку эта поддержка была несоизверима, чересчур огромная. И это все надо сейчас исправить. Это как раз то, что я предлагаю. Давайте, может быть, еще один звонок примем ДОБУ, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. У меня вопрос такой, почему так дорого за обслуживание электросетей, за доставку электроэнергии? Там нету случайно тоже мошенничества. Вы имеете в виду садовые стыквы, да? И не только садовые стыквы, еще Латвия тоже поставляет электроэнергию и доставляет ее. Там тоже дорого за обслуживание именно сетей. Спасибо большое, да. Обслуживание, доставка, вот да. То есть это специфика нашей страны. То есть у нас потребление электроэнергии очень сравнительно маленькое со сравнением того объема сети, который мы имеем. И чтобы их поддержать, как же определяется сетевой тариф, берется единица потребления и мы смотрим и распределяем все расходы сети на единицу потребления. И если у нас потребление сравнительно низкое, у нас популяции людей мало, бизнес сравнительно небольшой, а это все надо покрывать. И вот так и получается, что у нас все получается очень дорого. это одно. Другое, что действительно ты думаешь, что в свете всех этих новых технологий, умные сети и так далее, эти сетевые расходы можно сейчас существенно тоже уменьшать. Как я понимаю, насколько я знаю, работа в этом направлении тоже ведется. Но ситуация такова, что действительно объективно в Латвии сетевой тариф он будет довольно-таки высокий из-за тех факторов, которые я объяснял. Будем заканчивать на сегодня. Да. Если звонков больше нет. Спасибо. У нас по скайпу был эксперт по энергетике депутат Сэмэй Варзаринч. Надеемся, что чуть понятнее стали все процессы, которые происходят. Достаточно сложные. Удачи вам сегодня на заседании комиссии. Будем следить, чем там все дело закончится. Спасибо. Спасибо. Следите обязательно. Спасибо. Только с поддержкой вашей все-то можно сделать. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое.